Сколько стоит капля крови? Новый закон о донорстве вступил в силу. Одно из его положений – безвозмездная сдача крови. Нанесла ли отмена товарно-денежных отношений удар по активности забайкальских доноров? С теми, кто долг крови в долгий ящик не откладывает, встретились наши корреспонденты. Александр Старченко – студент-медик. На станции переливания крови гость частый. Вот уже три года раз в месяц 400 граммов его крови второй группы пополняют общий банк. Для будущего педиатра донорство и корысть – понятия несовместимые. Я являюсь студентом-медиком, еще работаю в реанимации, понимая, как это необходимо. Своего рода небольшая лепта, так сказать, в развитии медицины той же, так скажем. Ну и, так скажем, косвенно помогаем людям. Я особо льготами не люблю пользоваться, так что я ими не пользуюсь. Я донор добровольный. По словам специалистов, такой же позиции придерживается и большинство из 17 тысяч забайкальских доноров. Ответ на вопрос, сдавать или не сдавать кровь, для них однозначен. И то, что по новому закону вместо звонкой монеты донор может претендовать на набор продуктов – соки, шоколад, круп и сахар – для тех, кто готов поделиться кровью принципиального значения не имеет. В основном люди, которые участвуют в донорстве, они все-таки приходят не за сдачу денег, а именно за то, чтобы помочь кому больным и поучаствовать в развитии донорства в целом. То есть создана определенная культура донорства в крае. И эта культура позволяет поддерживать постоянный стратегический запас в банке крови более 3000 литров плазмы. Не снизился он и за последние два месяца с введением нового закона. Кроме того, не все донорство теперь становится бесплатным. Денежная компенсация сохраняется за сдачу крови редкого фенотипа, тромбоцитов и эритроцитов. Не утратили льготы и почетные доноры. В Забайкальском крае этого звания удостоено более 1700 добровольцев. Для них, как показывает практика, кровь – не товар. И сдача ее – дело некоммерческое. Елена Комогурцева, Дмитрий Денисов, Вести Чита.